Всем привет-привет! Меня зовут Анна Гришенкова. Я рада приветствовать вас на своем мастер-классе и я его покажу с дизайнами в соответствии с трендами в одежде на сезон осень-зима 22-23. То есть эти же тренды нас ожидают и в следующем году. И первое, что я хочу вам показать, это граффити. Граффити отражено очень сильно в одежде и в аксессуарах. На столе вы видите у меня дизайны некоторые, которые я сделала, и сейчас мы их будем повторять и разбирать подробно. Тренд граффити очень яркий, изобилует цветами, надписями, может использован быть в принтах одежды и у нас очень много инструментов, которыми мы можем отразить этот тренд. Любые. Рокмикс, значки, животные, портупеи, надписи, лунулы. Все это может быть использовано. Насекомые, всякие полосочки, орнаменты, различные. Интересно, вот поп-арт, обратите внимание, тоже 128. Шермикон, надписи опять же. Вот эти очень классные тоже шермикончики, квадратики, полосочки, ремни. Все это, все очень сильно относится к тренду граффити. Поэтому все вот, что вы видите, то, что я сейчас показываю, может быть использовано в дизайнах, как дополнительные элементы, даже если вы сделаете просто разноцветный фон и расположите эти элементы, смайлы, надписи опять же, да, по типсам. В этом дизайне я буду пользоваться текстон без липкости, хромированная краска гелевая и песок. Песок бархатный, который нам будет давать бархатистую поверхность. Также обратите внимание на пластины для стемпинга. Сейчас очень много, даже есть специальная пластина граффити. И будем пользоваться вот такими вот канцелярскими лайнерами. Лайнерами очень классно выполнять дизайны. Это у меня побольше и поменьше размером. Сейчас все расскажу поэтапно. Итак, первое, что мы делаем, покрываем ноготочек краской текстон. Помните, что покрывать нам нужно на поверхность без остаточной липкости, поэтому перед тем, как покрывать текстоном, лучше пройтись топом без липкого слоя, либо протереть липкость. Покрываем в два слоя и не забывайте очень тщательно просушивать каждый из слоев. Показателем того, что слой высох, будет хромированный эффект. Текстон сохнет просто на воздухе. Берем пластину паттерны и в соответствии с референсом, который я подобрала, мы будем пользоваться паттерном, который у нас отражает Гуччи. Похож на значки Гуччи. Сейчас мы с вами будем работать черной краской для стемпинга. Наносим краску для стемпинга на наш отрезочек с рисунком, убираем излишки. Здесь надо, конечно, торопиться, но не суетиться. И переносим рисунок на высушенную поверхность. Очищаем стемпинг. Я использую малярный скотч, для меня это проще. И сразу же можно оторвать и выбросить то место, которое мы чистили стемпинг. И, конечно же, не забывайте сразу же протирать пластину, чтобы не засыхало и не забивался рисунок. Теперь смешаем голубой. Из белого, из капельки синего, все это лаки для стемпинга, смешаем голубой цвет. И пока он не застыл, быстро нанесем его на рисунок. Также удалим излишки и перенесем на штампик. Делаем отпечатывание и даем немножечко высохнуть. Теперь нам понадобится топ. Перекрываем наш дизайн топом для дальнейшей работы. Нам нужна поверхность безостаточной липкости, чтобы нам ничего не мешало. Гладкая и ровная. И на другом типсике тоже самое делаем. Можно использовать Teclos, можно использовать Ultrashine, как я сейчас. Самое главное для дальнейшей работы лайнерами, чтобы у вас очень хорошо просох топ. И чтобы не осталось ни одного участка с остаточной липкостью. Если вы сомневаетесь, то лучше забафить. Беру лайнер 0,5 размером. Этот размер не самый маленький. И прямо начинаю рисовать то, что мне нужно на топе без липкости, который у меня очень хорошо просох. Лайнер по топу немного скользит. Если поверхность забафлена, он чуть больше сцепляется, как бы с поверхностью. Рисую подтеки на буквах. Это очень быстрый способ что-то нанести на поверхность ноготочка. Особенно точки мне нравится им рисовать. Не забывайте, что краска стекает строго вертикально у нас с букв. Если вы рисуете буквы, да, и чтобы все подтеки краски были параллельно и вертикально. Как будто это нанесено на стену. Далее для работы мне понадобятся гель-лаки из коллекции My Impulse номер 371. Беру его и выкладываю немножечко на палитру. И из набора базового M-паста я возьму белый. Белый рафинад. Я беру и смешиваю их вместе, чтобы у меня было как можно меньше остаточной липкости. Мы сейчас будем изображать мех. Видите, на воротничке на референсе есть мех на куртке. И мне захотелось сделать что-нибудь похожее на мех, чтобы оно было бархатистое. Поэтому мы сейчас на поверхность, да, которая уже у нас без остаточной липкости, мы наносим не сильно тонким слоем, но и не супер жирным. Старайтесь таким средним слоем, но чтобы краска была. Потому что бархатный песок пропитывается тем цветом, который вы нанесли. И становится поверхность такого цвета, как вы нанесли, только бархатистая. Тепсик, который внизу, у нас пока сохнет. Лайнеру нужно несколько секунд просохнуть. Берем песочек и на непросушенную гель-краску посыпаем все песочком. Убираем излишки, стучим чуть-чуть по пальчику клиенту и в лампу. Здесь у нас лайнер подсох, теперь он не потянется за топом, и мы перекрываем защитным слоем, опять же, топом Ультрашайн или Текласс. Старайтесь брать достаточное количество топа на кисточку, чтобы кисточка не была сухой. Смахиваем остатки песка, и получается вот такой вот бархатистый эффект. Можно сочетать с другим типсиком, да, как пример, или с вот таким вот, например, вариантом. Здесь я хотела вам показать, как еще выглядит сочетание этот дизайн, и в конце я еще покажу несколько сетов, чтобы вам иметь представление, с чем можно сочетать такие дизайны. В этом типсике я тоже хочу сделать бархатистую каемочку, топ у меня подсох. Таким образом, вы еще раз сейчас повторите технологию, и помните, что вы можете создавать такие бархатистые узоры на поверхности, не только в этой технике, да, в граффити, но и также можете и вязаные вещи сделать, и какие-то орнаменты, то есть любой цвет пропитывается песком и становится бархатным. Постаралась вам еще накидать много всяких вариантов, как можно обыграть этот дизайн и более таким романтичным видом сделать, и более таким агрессивным. в конце прикреплю. Еще раз хочу вам показать материалы, которым мы пользовались, да, скриншотите, не забывайте. И как раз вот такие вот варианты, которые вы можете сделать. Тоже скриншотите. Даже с цветами видели на прошлой, да, в варианте можно сочетать и вот с такими вот растяжками. Или можно сделать совсем в другой цветовой гамме и написать не только одно слово, но и все изрисовать надписями, просто буквами, сочетать и со стемпингом, и с полосочками, и с другими орнаментальными дизайнами. Надеюсь, вам понравился этот вариант, и мы переходим, будем переходить потом к следующему. В этом дизайне мы также посмотрим, как будет отражаться тренд граффити, и сделаем еще один вариант. Для работы нам потребуется Эмпаста, краска гелевая, без остаточной липкости. Я сначала возьму цвет Маджента, а также буду работать коллекцией Май Импульс, цвет номер 367. Очень красивый оттенок, сиреневый. Рисовать будем на длинных типсах, вот по такому референсу. И кто узнал в нем самого известного нейл-катюрье России, не только тому лайк. Покрываем в один слой. Равномерно помните, что ноготочки перед дизайном должны быть уже гладкие, красивой формы. Тогда дизайн всегда получится красиво. И вторым слоем. Оттенок с легким шиммером. Очень нежный, очень нравится клиентам. Далее нам потребуется мазковая кисть у меня для жестовской росписи и гелевая краска без остаточной липкости Маджента. Делаем легкие мазки хаотично, имитируя мазки краски. Помним, что гелевая краска у нас будет высыхать без остаточной липкости, а геллак с остаточной липкостью. И здесь сделаем то же самое немного вбок. Далее нам потребуется с вами матовая фольга 0,12, светло-голубая. Мы будем отпечатывать фольгу на поверхности, и она будет прилипать у нас только в том месте, где у нас остался липкий слой. Помните, что есть глянцевая и матовая сторона, и натягивайте на пальчиком матовой стороной вниз. Повторяю специально на два типса, чтобы вы видели, как можно сделать в разном виде композицию, и чтобы вы повторяли технику. Перекрываем топом без остаточной липкости, это может быть Teclos или Ultrashine. Дальше мы будем с вами работать лайнерами канцелярскими. надо помнить, что лайнеры рисуют только по поверхности без остаточной липкости. у меня 0,5. Это диаметр самого стержня. Здесь я буду рисовать сердечки, намечаю контур, за который я не сильно буду выходить, и начинаю заполнять пространство точками. Лайнером это делать очень просто, и точки получаются кругленькие и очень красивые. Всегда у вас будет очень аккуратный результат и четкое изображение. много обращаю внимания вашего, что не должно быть остаточной липкости. Почему? Это связано с тем, что если попадает хотя бы чуть-чуть липкого слоя на стержень лайнера, он сразу же перестает рисовать. Поэтому, если вы переживаете, лучше либо стереть спиртосодержащим раствором, клинсером, либо можно забафить перед тем, как будете рисовать. Если рисуете впервые, лучше забафить, потому что лайнер будет меньше скользить по такой поверхности, и рисовать будет комфортнее. Помните, что лайнеру нужно некоторое время подсохнуть. Сейчас мы повторим еще раз, как мы рисуем на втором типсе. Здесь композиция уже будет другая. Здесь будет сплошь заполнено все разными паттернами, разными рисунками или узорами. Также некоторые фирмы лайнеров могут немного скручиваться, как бы съеживаться на такой поверхности, как топ без липкости. Поэтому, если такая история случается, то просто легко забавьте, избавьтесь от пыли и продолжите рисовать. Делаем подтеки краски. Не забывайте, что краска стекает четко вниз. Она не может у нас стекать вправо или влево. Немного дорисую цветочек и будем уже закреплять топом без остаточной липкости. Достаточно просто еще разочек покрыть тонким слоем. И помните, что кисть должна содержать достаточное количество топа, чтобы ворсинки не смазали поверхность рисунка. Мы будем работать гелевыми красками без остаточной липкости. Смешаем их вместе, пока у нас сохнут типсики, пока сохнет у нас лайнер. Потому, что я хочу потом поверх топа еще прорисовать некоторые детали светло-розовым. Накладываю белый рафинад на палитру и добавляю немножечко мадженты, чтобы получился светло-розовый оттенок. Гелевой краской без липкости можно рисовать по поверхности, уже когда высох топ и ничем не перекрывать. Ваш рисунок будет держаться до следующей коррекции и иметь легкий барельеф. Эмпаста вообще один из самых фаворитов из всех материалов. Я им очень люблю рисовать. Особенно новичкам советую. Перекрываем опять топом без остаточной липкости, чтобы уже у нас не стерся наш дизайн. Да, особенно новичкам советую, потому, что вы можете дополнить любую декорацию прорисовкой и уже ничем ее не перекрывать. И в случае неудачной попытки легко протереть клинером и начать рисовать заново. Итак, у нас просох топ и мы начинаем прорисовывать элементы гелевой краской Эмпаста. Тоненькой кисточкой линеарной заполняем. Я заполняю сердечки и также буду заполнять большие сердечки и еще сделаю подтеки краской, как будто они из кутикулы вытекают. Подтеки также должны быть вертикальные, сверху вниз, а не в стороны, чтобы повторять эффект стекающей краской. Добавлю еще внизу прорисовочку тоже у сердечка и несколько капелек еще с левой стороны. Все это прорисую общей линией вдоль линии кутикулы. и пару маленьких капелек, чтобы заполнить еще пространство и дополнить эффект стекающей краски. Вот это мы все сушим и уже ничем не надо перекрывать. И также продублируем здесь, чтобы вам еще раз посмотреть технику нанесения не очень густо наносить и не очень жирно, потому что все-таки это краска, это не база, без выравнивания, без толстых капелек, чтобы она просыхала хорошо, но и не супер сухой кистью и не очень тонкие линии, чтобы если у вас клиент достаточно активно, который носит ногти, он не просто не стер эти линии, а какие-то свои повседневные дела. Вот так у нас это будет выглядеть и я думаю, чтобы объединить также первый и второй дизайн, мы тоже нарисуем стекающие капли. Доводим до угла и пару капелек в поддержку предыдущего типса. И также сушим в лампе, лучше посушить две минутки. И сейчас пока я буду выставлять типсики, убирать в столе, не забудьте скриншот сделать, чтобы у вас остались материалы, которыми мы делали этот дизайн. Очень красиво сочетается с твиньей у меня сейчас на дополнительных типсиках. И посмотрите в левую часть экрана там как раз с таким дизайном только со звездами на более коротких ногтях и варианты которые можно сочетать. Вспомним также предыдущий дизайн и как его можно сочетать с покрытием на стальных ногтях и еще один референс яркого желтого цвета в этой же технике. Очень надеюсь, что вам понравился тренд граффити и вы будете чаще его использовать в своей работе. Мы продолжаем разговаривать и рассматривать тренды осень-зима 22-23 и следующий тренд у нас размытые цвета, размытые орнаменты. Очень интересный тренд и очень по-разному можно его отразить в дизайне ногтей. Для работы нам вновь потребуются краски гелевая Эмпаста и Май Импульс. Пока я готовлю рабочее место, вы можете посмотреть пример такого дизайна в одежде и нам нужны будут цвета с вами 365 и 366 из коллекции Май Импульс. В левой части экрана появился референс, по которому мы будем работать. Мы должны послойно с вами покрыть ноготочек несколькими слоями цветного гель-лака, поэтому заранее зная, что будет несколько слоев, вы можете не слишком толстым слоем делать выравнивание, чтобы не получился очень толстый ноготочек. Тщательно просушивайте каждый слой и 366 цвет мы покрываем сверху, поверх слоев, сделанных предыдущим цветом. Еще раз хорошенько покрываем и опять же в лампу. Просушиваем цветы в лампе и повторяем на втором типсе. Я всегда делаю на мастер-классах по два типса, чтобы вам еще раз посмотреть технику. здесь мы будем покрывать кончик другим цветом, поэтому оставляю его непокрытым. Из набора импаста возьму белый рафинад. Он мне нужен, чтобы сделать более тонкое покрытие и более светлый цвет из номера 366. Выкладываю капельку на палитру и добавляю белый рафинад. Получается очень красивый нежный оттенок, покрываем им сверху просушенный цвет гель-лака тонким втирающим слоем, но чтобы он был без разводов, старайтесь. И опять в лампу. И повторяем то же самое на втором типсе. Не забываем про чистоту рабочего места. Для дальнейшей работы нам понадобится насадка. Это может быть шарик и аппарат. Просушенный слой не имеет липкости, поэтому мы можем сразу же начать пропиливать вот такие овальные насечки сквозь все слои, доходя до голубого, который мы делали первым. я делаю это примерно в шахматном порядке, потихонечку заполняя все пространство, получая безграничный принт. сейчас немного мешает пыль для того, чтобы посмотреть, что получается, но в скором времени мы ее протрем. и несколько маленьких насечек только до красного цвета. Протираем пыль и смотрим, что получилось. На мой взгляд, очень симпатичный и похожий на паттерн, который у нас на референсе. Перекрываем топом без остаточной липкости. Смотрите, чтобы топа было достаточно на кисточке, и она не была полусухой, потому что нам нужно выровнять поверхность. Для того, чтобы она стала гладкой, можно перевернуть ноготочек кверх ногами и немножечко сцентровать материал. И сушим в лампе. Немного магии и кино, и у нас готов уже второй типсик. На втором варианте я хочу сделать немного другую композицию, и треть типса покрою просто голубым цветом. Лайнер 0,5 миллиметров мы берем для дальнейшей работы. По высушенному топу без остаточной липкости я рисую дополнительные элементы, усложняю мой дизайн, стараюсь располагать их в пустотах, там, где у меня нет пропилов. Не забывайте, что топ без липкости должен просохнуть очень хорошо. Если вы сомневаетесь, лучше забавить поверхность. Лайнер должен просохнуть несколько секунд, и пока он сохнет, мы с вами продолжим делать второй типс. Я хочу прикрепить шермикон, и локально покрываю Теклос или Ультрашайн, то место, где он будет располагаться, и просушиваю. Шермикончики я возьму номер 162 черные линии, и это очень удобно, когда они на прозрачной основе, чтобы подобрать нужную ширину. Снимаю, поддеваю чуть-чуть шермикончик, и немножечко отрезаю с запасом, чтобы не ошибиться. Беру пинцетом отрезанную часть и устанавливаю ее на поверхность безостаточной липкости. Загибаю кончики, и излишки надо удалить кусачками или маникюрными ножничками. Все это нужно перекрыть топом безостаточной липкости, это может быть Теклос. очень внимательно закрепляйте края шермикона и лучше чуть-чуть не доходить до самых самых краев. Когда топ подсох, беру опять лайнер 0,5 и повторяю такие же элементы, как и на первом типсике. Очень люблю показывать сразу два типса, чтобы вы повторяли технику и визуально запоминали ее. Не забывайте, что лайнер немножко должен подсохнуть, чтобы он не потянулся за защитным покрытием. и еще разочек, когда лайнер подсох, все перекрываем. Заодно это помогает нам еще больше выровнять поверхность, поэтому не переживайте, что у вас будут ямки. Двойной слой топа все нивелирует. Если все-таки у вас есть сомнения, вы можете сначала сделать капельки, а потом все выровнять. Вот такие вот дизайны в этой технике в другой цветовой гамме у меня получились. И в левом части экрана варианты, как можно сочетать их с другими ногтями. Делайте скриншот, чтобы не забыть. На правом типсе использовано больше слоев разных цветов в рамках все той же коллекции My Impulse. получаются конечно более глубокие прорезы, их лучше заполнить базой, прежде чем наносить топ. И конечно же варианты, которые мы делали сейчас с вами в эфире, посмотрите как их можно тоже сочетать сет расположены в левой части экрана. Думаю, что вам очень понравилась техника и вы ее будете использовать в работе и удивлять ваших клиентов новыми возможностями нейл дизайна. Уверена, что получится даже у новичков. Продолжаем говорить о модных трендах и следующий тренд, который я вам хочу представить с помощью тех же материалов это тай-дай. Очень красивый тренд и очень интересно как он может быть выполнен на ногтях. Вот такие вот вещи можно наблюдать и в повседневной жизни. Аксессуары на улицах города в различных вариациях верхней одежды и обычной одежды, которая ближе к телу и, конечно же, на подиумах повсеместно. Вот такой вот я подобрала референс и, как обычно, два типсика на него. Будем работать эмпастой. Делать будем ей сейчас подложку белую, потому что на белом фоне очень хорошо делать эту технику. Очень будут хорошо видны все детали. И также эмпаста не содержит липкого слоя, высыхает уже до сухой поверхности. Поэтому все наши дальнейшие действия будут красивыми и четкими. Хотя, забегая вперед, можно делать и на липком слое, но здесь будет четче. Берем какую-нибудь слюду, либо у меня это упаковка от шермиконов, которыми я сейчас пользовалась в предыдущем мастер-классе. и берем с вами какие-то цвета гей-лаков. У меня 368 и 371 из коллекции My Impulse. Выкладываем несколько капель на слюду. Лучше всего брать два цвета, красиво сочетающихся между собой. Загибаем уголочек и немножечко смешиваем внутри эти цвета легкими движениями. Раскрываем нашу слюду и получается вот такая красивая бабочка. Берем штампик и прижимаем его к нашей получившейся бабочке в самом красивом месте, где у нас смешались красиво цвета. Посмотрите, как расползается гей-лак по поверхности штампа, образуя узоры. Это очень быстрый способ можно отпечатать излишки и тогда ваш узор станет еще более ажурным и вся магия случится прямо на глазах у клиента. Это очень эффектно и при отпечатывании получаются очень красивые кляксочки с переходом художественно красивые кляксы. Смотрим, где самый красивый фрагмент и отпечатываем его на поверхности ногтя. Вы можете добавлять фрагменты не просушивая материал. Там, где это считаете необходимым. И в лампу. Рабочее место содержим в чистоте и очень быстро мы приводим все в изначальную позицию. И попробуем очистить штампик. Я это делаю малярным скотчем, потому что для меня это намного быстрее. Очищаем и отрываем то место, в котором работали и сразу выбрасываем. Сделаем второй вариант номером 369 и 366. Также выкладываем на палитру, только в другом последовательности я сейчас сделаю. Можно экспериментировать с этим и будет получаться всегда по-разному. Делаем так, чтобы гей-лак разошелся и немного перемешался. Открываем нашу красивую бабочку и снова штампиком набираем материал. Смотрим на узоры, которые получились и переносим их на поверхность ногтя. Еще раз немножко отпечатаем, наберем материал и дополним наш дизайн. Я сейчас делаю на всю поверхность ногтя. вы можете делать и на уголочек и какими-то фрагментами. Это уже на ваше усмотрение и фантазию. После просушки у нас закрепился материал и можно работать дальше. Добавлять роспись или шермиконы или использовать как самостоятельный дизайн. На светлых фонах лучше конечно же видны все отпечатки. и сейчас я еще хочу вам показать на липком слое как отпечатывается вот по такому референсу. В этом варианте мы уже сделаем немного сложный фон и по мокрому непросушенному гей-лаку пройдемся широкими мазками другим цветом и подсушим лампи. берем опять слюду и выкладываем гей-лак 346 белый и 394 новый цвет очень красивый фиолетовый тоже по другой схеме положу чтобы показать как получается отпечатываем немножечко чтобы материал разошелся и открываем нашу красивую красивую бабочку в этой технике лучше использовать гей-лаки так как гель-краски не будут у вас так расходиться на штампе ждем красивый узор и отпечатываем на поверхности получается очень интересная абстракция которой кисточкой вы скорее всего не сможете сделать потому что у нас кисть только дает нам мазки а такие разводы она нам к сожалению не дает других техниках также сложно просыхает если мы много материала наносим а здесь мы наносим тонкую пленку сюда я хочу приклеить шерамиконы поэтому перекрываю тоненько топом без остаточной липкости и на втором типсике делаю то же самое вы можете использовать либо teclas либо ultrashine вот такие у нас получились заготовки и сейчас я использую шерамиконы для красно-оранжевого типсика номер 209 здесь линеарные рисунки очень популярные сейчас и я думаю что отлично они подходят к моему референсу расположу посерединке и очень хорошенько все прижму для второго варианта я хочу использовать слова с шермикона номер 213 здесь они длинненькие узенькие и я использую несколько разных также отлично подойдут 167 номера 114 196 195 буквы с шермикона 183 и слова также на шермиконах 179 и 180 я думаю что здесь актуальны будут в принципе любые надписи и очень органично впишутся в дизайн хорошенько прижимаем и закрепляем обязательно излишки убираем а сверху перекрываем топом если вы переживаете что шермиконы могут оторваться или клиент может их снести в процессе носки можно промазать тонким слоем базы и конечно же по бокам оставляйте небольшие отступы не делайте впритык оставляйте там чуть-чуть места и конечно же референс который вы видите можно тоже отнести к этой цветовой гамме и к таким дизайнам хочу показать опять же сеты с чем можно сочетать подобные дизайны что можно расположить на соседних ноготочках можно их использовать в большей степени можно в меньшей степени как главный дизайн можно делать скриншот чтобы не потерять и также материалы которыми мы пользовались в процессе создания этого дизайна следующий тренд это motion blur или просто blur это эффект размытости как будто фотограф дрогнула рука и получилось размытое изображение вот такой референс я подобрала и главным героем этого мастер-класса будет краска для стемпинга черного и белого цвета берем слюду которую мы уже использовали в предыдущих мк и м-пасту белый рафинад ей я сделаю белую подложку для будущего дизайна я взяла белый рафинад потому что он высыхает без остаточной липкости и это чуть ускорит весь процесс но с материалами с остаточной липкостью я тоже покажу для этого возьмем цвет 366 из коллекции май импульс и покроем им весь ноготочек целиком как раз он высыхает с остаточной липкостью и мы просто ее в процессе уберем просушиваем хорошенько а на следу мы будем выкладывать краску для стемпинга быстрыми движениями пока она не засохла делаем хаотичные мазки и сгибаем краску пополам получаем очень красивый рисунок берем штамп и отпечатываем это все на штамп посмотрите какие красивые разводы получаются и конечно они высыхают очень быстро и такой же красотой переносится на ноготочек убираем излишки толщины нам это тоже абсолютно не дает и остатками можно аккуратно доделать то место где не отпечаталось чистим штампик амалярный скотч это тоже очень быстро для второго типсика также подготовим очень красивые разводы наносим и складываем пополам можно складывать и пополам или в 4 раза как я сейчас делаю не забудьте немножко прижать чтобы разошлась краска переносим на штамп получившийся рисунок можно несколько раз и даем немножко высохнуть перед тем как наносить нужно протереть липкий слой в первом случае у нас его не было здесь мы просто его убираем клинером и переносим штампиком получившийся рисунок на поверхность ноготочка прижимаем чтобы ничего не торчало если чуть-чуть остаются торчуны убирайте их просто бафиком я хочу дополнить еще с другой стороны поэтому я сделаю еще разочек то что я делала сейчас и заодно повторим визуально как это выглядит отпечатываем на штамп и дополняем с другой стороны наш дизайн вот такая получается абстракция она очень тонкая и совершенно не помешает нашим дальнейшим действиям посмотрите как здорово получилось я считаю это просто шедевр такие разводы очень сложно получить мазковыми техниками либо получается толстым дальше я хочу дополнить дизайн вертикальными линиями для этого я беру опять же красный цвет и буду рисовать эту линию прямо посередине от кутикулы до свободного края и это можно делать заметьте не перекрывая ничем рисунок здесь я хочу полосочку нарисовать сверху поэтому я перекрою ультрашайном или теклосом без остаточной липкости и рисовать буду эмпастой потому что она тоже высыхает без остаточной липкости и ее можно наносить поверх ноготочка так же делаю и на втором типсе закрепляю все топовым покрытием просушиваю просушиваю в лампе и беру белый рафинад эмпасту тоненькой линеарной кистью рисую белую вертикальную полоску которая будет являться центром моей абстрактной композиции это конечно незаменимый материал особенно для начинающих мастеров потому что вы можете в случае неудачной попытки протереть поверхность и начать все заново здесь я по бокам тоже нанесу белые полосочки чтобы обозначить центр всей моей композиции после просушивания в лампе перекрывать уже ничем не надо и полосочки будут чуть порельефнее чем весь ноготь посмотрите пожалуйста слева варианты с чем можно сочетать данный дизайн и как можно обыграть его на остальных ногтях материалы которые мы пользуемся при создании этого дизайна делайте скриншот это цветаги лаков топ белый рафинад штамп и черные белые краски для стемпинга и такой же дизайн я сделала для другого референса мне кажется получилось тоже очень круто и посмотрите варианты как можно делать в других цветовых решениях и как можно сочетать с другими техниками шермиконами стемпингом и так далее ну что ж мы с вами рассмотрели все тренды осень и зима 22-23 граффити размытые принты тайдай и моушен блер я надеюсь что это вас вдохновит и поможет работе спасибо за просмотр просмотр тихо м и